Всем еще раз добрый вечер. Я все слушал, следил за вами. Мне очень понравилось, как Роберт Силон. Я очень удовлетворен. В Пензе примерно такая же группа, в Москве примерно такая же группа по количеству. Так что, как бы я вдохновлен тем, что это знание кому-то нужно. Может, даже кто-то начнет применять. Это будет здорово. Поехали. Вопрос. Сознание — это осознание себя как личности. Можно ли дать определение понятия личности? Понятие личности. Хороший вопрос. На основании вашего знания полное определение дать нельзя. У нас нет полного набора всех знаний, чтобы дать полное понимание личности, потому что это связано с таким понятием, как душа. Когда мы умираем, все химические элементы в нас как были, так и есть. Но личность уходит, потому что уходит душа. И это видно. Человек, который хоть немножко поднялся над уровнем чувств и умеет строить отношения с другими людьми, он увидит, что в трупе нет личности. Он как бы как раз и всё. Трудно очень труп отождествить с той личностью, которая когда-то в этом теле была. Прямо это видно. Поэтому пока на этот вопрос мы отвечать не будем. Я дал краткое понимание, связанное с тем, что мы реально чувствуем. И мы реально чувствуем, в два года, в десять лет, в пятьдесят, в семьдесят. Я, вот я, как я себя ощущаю внутри, я есть. Я существую. Для нас сейчас это важно. И есть один момент, над которым все могут задуматься. Я говорил о нём просто и одни и те же лекции в разных местах. Да, если я здесь пропустил, то я хотел бы это сказать, что для нас актуально время, как энергия разрушения. Мы не можем пощупать время. Никак. Кроме как по тем изменениям, которые происходят. Если бы эти изменения были позитивны, ну всё развивалось бы, развивалось, то в принципе нам было бы не актуально это понятие, согласитесь. Ну и пусть оно развивается. Но именно потому, что время разрушает. В конечном счёте, даже то, что начинает развиваться, развивается для того, чтобы что потом? Разрушится. Поэтому всё, что относится к материи, разрушается. За счёт влияния времени. Теперь скажите мне, я есть. Вот та личность, которую я себя помню в два года, в десять лет, в пятьдесят. Вот я есть внутри. Она разрушается от времени? Кто считает, что разрушается? Поспорьте со мной. А? Меняется наше восприятие мира. Вторая функция сознания. Осознавание. Видение мира через призму своей индивидуальности. Видение, понимание. Но я есть, как личность, не меняется. Мы себя ощущаем с собой. И в двадцать лет, и в сорок, и в пятьдесят. То есть понятие личности не разрушается временем. Это вот так для начала размышления. Что, оказывается, в нас есть то, что не разрушается временем. Оно не стареет, не молодеет, не меняется вообще. Оно есть изначально. Когда мы будем проходить серьезные трансцендентные законы, если кто-то доживет, кому-то это будет нужно, то там будут такие понятия, как душа. И вот тогда мы уже будем говорить серьезное понятие личности. Потому что понятие личности связано с понятием души. И физические писания дают подробное описание души, очень серьезное. Это не такое, что такое, не помешиво. Из-за чего все вполне более-менее адекватно объясняется. Дальше. Здесь очень длинный вопрос, который я вам пересылала. Который я отвечу на него сам. Нет, его не надо задавать. Я прямо его буду читать из интернета. Мне дадите потом телефон мой, и я отвечу. Какой критерий в семикратности? Да, очень важный момент. Я хотел дать добавление. Речь идет о том, что вы будете слушать другого человека, если этот другой человек выше вас по уровню. Четко вы это осознаете. Явно выше. И явно выше это примерно в семь раз семикратное превосходство. Но, какой важный момент. Допустим, объективно, Вася, развитие Маши. Но Маша это не хочет признавать. В силу своего невежества она этого не чувствует и не видит. Будет она слушать его? Нет. То есть, нужно еще определенное знание, определенные критерии, чтобы вы вообще могли оценить, какой человек разумнее вас, какой нет, какой умнее, какой нет, какой эмоциональнее, какой нет. Да? У нас есть некие знания, некие представления об этом, но они далеко не полные. Понятно, да? Поэтому совсем большое превосходство, оно иногда, наоборот, смущает человека, он вообще не способен чувствовать. Ну, то есть, если человек бомж, и перед ним святой, то не так легко этому бомжу понять, что перед ним святой. Это непростой процесс. Мы знаем, что святых часто мучили. Какие-то бандиты, преступники и так далее. Или знаменитые, я в свое время читал, раскопки проводили где-то в каком-то городе, и когда раскопали, там, где был убит священник, когда раскопали, то увидели, что труп не сгнил, а высох, как мумия. Это первый признак, когда мы будем говорить на духовные темы, там будут даваться некие критерии того, как определить, святой человек или нет. Так вот, по-настоящему, тело святого человека, оно нетленное, оно высыхает. И оказалось, что вот эти там революционеры или кто были, они расстреляли святого человека. Но они же этого не видели. Хотя время показало, что тело мунифицировалось, а не сгнило, как обычное. Поэтому нужно иметь определенное образование, чтобы научиться различать. Нужно знание. Дальше. Там есть один хороший вопрос, да, я на него сейчас полно отвечу. Ты все маленькие вопросы задай. Вопрос по замене низшего вкуса высшим. Низшего вкуса? Высшего? Да. Или высшего-нисшего? Низшего. Низшего в высшем. Вот конкретно про пиво. То есть раньше расслаблялись, после работы снимали напряжение пивом. Теперь вот человек слушает лекции, и он начал спорить с братом, и не нашел аргументов, чем можно пиво заменить в этом случае. Очевидно. Очевидно, что это нелегко. Мы не получили всю информацию. Мы вообще на самом начале. Поэтому я какой критерий дал, что пока мы в начале, мы кто? Какое животное? Черепахи. Это что значит? Мы слишком мало знаем, чтобы сделать скоропостижные выводы и какие-то телодвижения серьезные. Потому что это просто совсем азы. Совсем азы. И так как у нас все время новенькие, да, то нам приходится много повторяться, и мы пока не можем продвинуться дальше. Все? Давай. Что означает информация гниет, если она не переварена? Как это проявляется? Как быть с информацией, которая не может быть усвоена сразу, ведь иногда для этого требуется очень много времени? Для того, чтобы информация стала из гьяны, из просто философии, как студенты, правильно? Они получают знания, а потом идут работать. Потом оказывается, что в жизни все по-другому. Но вот интересный момент я приведу, например, с Мехматом. Там давалось классическое знание, фундаментальное. И потом я попал в распределение. Ну, я, правда, проработал всего 4 месяца, потому что я сменил специальность на ящик военное производство, где занимались первыми интернетами. Это еще вообще об интернетах и речи не шло. И моя специальность – это была гидромеханика. Свойства жидкости при входе, когда тело входит в какую-то жидкость, что образуется при нагреве и так далее. В общем, не буду сейчас вам объяснять, это неважно. Задание, которое мне дали на месяц, я сделал за 2 дня. Я просто представил поток информации, как жидкость. Есть соответствующая форма. Бах-трах, тебе дох, все готово. Понес его начальнику отдела. Хорошо, хороший секретарша, папа. Он говорит, если ты сейчас будешь так быстро все делать, то ты будешь работать за весь отдел. Иди гуляй, посмотри, сколько хороших девчонок там. Расслабься, через месяц придешь, дашь работу. Вот, понимаете, когда есть хорошее теоретическое образование, оно дает вам возможность приложить его к любому, ну, как бы, к любой теме. Да? Поэтому, когда мы получим правильно все до конца, тогда будет понятно, как ускорить процесс усвоения знания. Технологии тебе дам. Что такое гниет? Гниет – это когда у нас сильно отрицательные эмоции, например, смерть. И мы на уровне разума не знаем, что с ней делать. У нас нет вариантов. То есть, когда мы видим преступника, и мы сидим в хорошей машине, да, и мы можем нажать на газ и уехать, то эта информация в разум, правильно? То мы, ой-ой-ой, бах, дзюм, и уехали, правильно? Но если нет машины, мы стоим у стены, и к нам идут сбитые трое амбалов, то эта информация гниет. И мы это чувствуем как? В виде тошнотворного чувства. Просто все, все. У меня было лобовое столкновение на машине. Машина, которая шла в противоположном направлении, ее закрутило 600-й Мерседес. А я на четверке ехал. Это год 93-й. Ее так крутануло и вынесло навстречу. У 600-й Мерседеса тогда была рама. Может, она и сейчас есть, я не знаю. Рама же настоящая такая, полнорамная машина. Вес, представляете, да? Это большой такой, огромный Мерседес. И вот за секунду, за две до столкновения у меня информация не усвоилась. Потому что ты тормозишь, ты что не делаешь, а тебе такие галогенные фары в лицо. И просто такой... Бум! Дальше уже удары потеряли сознание. Понятно, да? Но, да, поэтому, когда у нас нет знания, и мы сейчас еще раз вспомним функции разума, потому что по тому вопросу о программировании, который был задан, я понял, что функция разума непонятна, она как-то не усвоилась. Поэтому, если бы какая-то возможность была этого избежать, допустим, выпрыгни из машины, правильно, и так далее, то я бы, наверное, это сделал, да? Или мы, когда сталкиваемся с какой-то тяжелой ситуацией, если у нас разум не знает выхода, то информация и ситуация блокируется, понимаете, в сознании. Просто блок, все. Мы просто не способны принять решение. Да? Страхи. Мы иногда есть такие страхи, мы не знаем, что делать. То есть, допустим, сейчас инфляция сильная, да? И, допустим, кому-то надо куда-то ехать, приводить рубли в доллары. Ну, просто нереально. И человек пытается что-то, пытается делать, а в то время еще что-то происходит, еще какие-то факторы против. И человек просто все. Говорит, все, ничего не знаю, все. Ничего не хочу, все. Отстаньте от меня, ничего не хочу. Поэтому, надо один человек подходит к другому и говорит, зачем ты это делаешь? Смотри, ты же гибнешь, у тебя все плохо, да? А у человека блокированная информация, отрицательная эмоция. Он и так знает, что все плохо. Только он не знает, что с этим делать. И не верит в то, что мы ему предлагаем. Допустим, мы уже это пробовали. То есть, он уже это пробовал, да? Или просто не верит нам. Смотрит на нас, думает, а он что, лучше меня, что мне советует? Правильно? Информация блокируется. Например, девушка влюбляется в мужчин. И подруги ей говорят, оставь этого парня, это нереально. И она сама где-то видит, что нереально. Но она не может справиться с привязанностью. Правильно? Информация тоже была. Она злится на всех, кто дает советы. Хотя советы правильные. Но отказаться мы не можем. А решить, как это исправить, тоже не знаем. Информация блокируется, начинается стресс. Да? Как ты ответил? Я уже не помню, о чем вопрос. Улетел куда-то. Не переваривается, да. Мы становимся страусами. Просто ничего не вижу, ничего не знаю. Я тут проверил еще один момент, когда это происходит. Вот когда ты выворачиваешь из переулка и несешь машину, но ты уже начал выворачивать. То есть уже вариантов тормозить, это точно тебе в бок войдет, да. Что мне делает, интересно, глаза не уходят. Лишь бы не смотреть. Поворачиваешь и не смотришь. Понимаете? Да, то есть смотреть, как это несется. Нет, лучше отвернуться. Но уже все равно повернул не туда. Понятно, да? Вот это есть тело, оно не может. Сознание в этот момент не переваривает. Оно как бы... Нет этого. Никто в меня не въезжает. Все? У ума и разума есть общая функция, размышления. Ум размышляет о том, что ему нравится, что не нравится. Разум размышляет о том, что хорошо, что плохо. Вопрос. Кто из них создает произведение искусства, музыку, литературу? Кто создает холосовские системы? Кто открывает новое в науке? Вот я говорю, функцию разума надо повторить. Но мы начнем функцию разума с этого... Такого вопроса. Я сейчас в интернет выйду. Мне его Жанна прислала. Почему? Потому что он классический. Я мечтал, чтобы его кто-то задал. И его задали. Я вам прочту вопрос. Он такой провокационный. Ну, не страшно. Он решается элементарно. Никаких проблем нет. Поэтому я дам полный ответ, рассчитывая, что происходит в запись. Чтобы дальше я сказал, лекция какая у нас? Восьмая? Девятая лекция. Минута номер такая-то. Слушайте. Чтобы раз и навсегда закрыть подобного рода вопросы. Так. Вопрос по программированию. Скажите, пожалуйста, то, что мы сейчас принимаем новые аксиомы, которые по определению не требуют доказательств, и старые понятия счастья и любовь, но в совершенно иной трактовке не являются ли перепрограммированием? Разве есть принципиальная разница, каким образом в мозге человека появилась программа? Путем ли многократного повторения безапелляционного императива? Я отец, значит, ты должен меня слушать. Мы говорили, да, что это программа, когда родители безапелляционно что-то нам заявляют. Или тонкой манипуляции. Разве тебе не жалко маму? Мама хочет попить. Вспомните, когда ребенок там на пляже, да, то есть один вариант программирования, это когда... Мы говорим, смотри, как все делают. Вот все же пошли домой, давай ты пойдем. И мы предложили варианты непрограммируемые, рассчитанные на отношения. Мама хочет туалет, пожалуйста, ради мамы пойдем, а то маме тяжело. Да, то есть вместо того, чтобы человеку заставлять делать, как все, смотри, все дети уже ушли, и ты иди. Отсюда у большинства людей вот такая программа, раз все делают, значит, я так делаю. Вот это есть нельзя, как нельзя, все же едят. И отсюда, при этом, если серьезно все подумают, скажите мне, кого больше, дураков или умных? Все же прекрасно знают ответ. Однако же мы интуитивно... О, это что такое? Не пугайте нас так. Интуитивно мы понимаем, что как раз единицы по-настоящему разумные люди. Да? Но когда касается каких-то общепринятых вещей, мы говорим, ну так же все делают. Итак, Аксиомы, термины – это не если тоже программы. Я сталкивался в собственной жизни с людьми, которые после такого перепрограммирования уходили из семьи, становились потерянными для общества людьми, но при этом считали себя очень счастливыми. Но когда они приходили за новыми знаниями, они искали совершенно другого счастья, они не нашли то, что искали, но из-за перепрограммирования этого даже и не заметили. Актуально, скажите мне, наверняка вы столкнетесь, что вам будут вот эту идею навязывать. Значит, смотрите, в чем дело. Первая тема – мы даем законы определенные. Например, частный опыт не дает права на закон. Какое сознание, такое окружение. Мы дадим определение о любви, дружбе и так далее, которое изложено в Священных Писаниях. Почему это не программирование? Потому что у вас есть ваше представление любви, частный, частный опыт, да? А теперь вы получите такое всеобъемлющее определение, но ваш частный опыт там так и останется. Ваше понимание будет включено в большое понимание. Просто понимание расширится. Оказывается, есть еще и вот это. Допустим, человек видел только колодец всегда. А ему говорят, ты знаешь, есть реки. А что такое река? Это как колодец горизонтальный, вода течет, все и течет, и конца и края нет, и нет. Да ладно. Да, если человек видел в своей жизни только колодец, то ему трудно понять, что такое река. Поэтому он даже не может мыслить другими категориями. Значит, его в принципе действия ограничены знанием. Понятно, да? Соответственно, человек, который был только около пруда, ему говорят, есть море. Что такое море? Ну, это когда там 20 миллионов прудов, озер. Ну, как это представить, правильно? Но понятие расширяется. То есть, ты можешь по этому озеру ехать и другого берега не достигнуть и месяца, и два, и понятно, и так далее. Да? То есть, поэтому можно сказать, что океан – это большой пруд, огромный. Правильно? Поэтому какое здесь перепрограммирование? Это дополнение. Наши понятия расширяются. Мы просто узнаем больше, чем мы знали. Отсюда мы действуем определенным образом, потому что не знаем, а есть какие-то варианты или нет. Говорят, есть. Можно вот так, вот так. Но для этого нужно знание. И теперь посмотрим, и ответим заодно на предыдущий вопрос. А знание куда закладывается у нас? Знание закладывается в разум. Да? Значит, до тех пор, пока мы не разовьем этот инструмент в нашем сознании, мы будем действовать на уровне ума. Ум размышляет? Размышляет. Правильно? Увидел объект, поместил, да? 3D тут и крутит. Правильно? И соизмеряет, что чувством приятно, что неприятно, вот это на ощупь, на взгляд там и так далее. Правильно? Происходит. Такая же функция есть у разума. Но что делает ум? В чём его функция мышления? Выяснить, хорошо чувством или нет. Правильно? И создать эмоцию. Всё. В чём функция разума? Применить знание. Когда есть закон. Да? То есть, мы постоянно в мелочах это делаем. Когда ступенька небольшая, мы соизмеряем, прыгнуть надо или спуститься шагом. Если будет побольше, мы прыгнем. Это разум. Понимаете, да? Потому что мы оп, смотрим, у нас какая функция разума включается. Память. Когда-то мы оступились и поняли, нет, с этой высоты надо прыгать. А с этой высоты прыгать не надо. У нас есть память. Отбейте в разуме память. Это вторая его функция. И что мы сделаем? Мы не знаем. Мы прыгаем. Поэтому разум опирается на знание. Программирование означает, когда разум подчинённому он просто не знает. Поэтому допрограммирование, это когда мы не включаем разум, а говорим, ты думаешь, это плохо? Это хорошо. А почему все так? Точно хорошо. Да, правда. Почему? Я тебе говорю хорошо. Почему хорошо? На каком основании? Да? Я встречал людей, у которых сбиваются программы, когда им начинаешь говорить, а зачем ты работаешь деньги? А ты знаешь, говорю, встречал каких-то богатых людей, они уже давно погибли, умерли просто. Суицид. И человек не может. У него программа, что деньги – это хорошо. У него нет знания, при каких условиях деньги хорошо, при каких условиях деньги плохо. Что нужно сделать, чтобы деньги, что? Служили пользе для него же, для его же счастья. А при каком они будут ему во вред? Правильно? Программа – это что? Деньги. Все. У человека нет знания ни как ими пользоваться, ни как их зарабатывать, имеется в виду, у кого можно их брать, у кого нельзя, с кем можно говорить, с кем нельзя на эту тему. Правильно? Все, программа. И люди такие злятся. Он говорит, все, отвали, отвали. Вот тебе не надо денег? Я не сказал, что не надо. Я говорю, деньги могут быть опасностью. Я общался с одним человеком, он сам из Лондона, директор огромной рекламной корпорации, то есть это целая там индустрия. И я ему показывал святые места в Индии. А он, я говорю, ну-ка, расскажи мне, как там все вообще в том мире ином. Это уже вам не шоу-бизнес, это еще выше. Он говорит, там зомби. Человек не может в парк выйти погулять. Понимаете? То есть так вот спокойно, везде охрана, везде то. Потому что они рекламная компания таких вот очень, ну, как бы вот представьте, стали литейный какой-нибудь, я не знаю, завод. И вот там они рекламируют свою сталь. То есть там такие люди. Вот эти все люди, которые обладают серьезными деньгами, это просто очень тяжело жить. Вот. И он мне рассказывал, в каком ужасе там семьи, какие там отношения тяжелые, как просто нормально. То есть жена просто не может никуда пойти, ее могут украсть там то, все. За ней следят, следят за теми, кто за ней следят. Это как дети все, они могут друзей пригласить никуда. Мало ли кому-то там ребенку сказали, нам у тебя денег, придешь туда, там кинет туда куда-нибудь. Понимаете? То есть кошмар, постоянное это вот обыскивание и все тому подобное. На тонком плане очень сильная такая, тяжелая. Атмосфера, да? Поэтому если мы будем обладать знанием, мы поймем, сколько нам денег нужно. Вот интересно. Мы поймем, скажем, достаточно. Потому что дальше, как мне, вот помните, я вам рассказал про Сиродвинского человека? В свое время он мне сказал, если я дальше начну зарабатывать, надо или уезжать из страны, или прекращать зарабатывать. То есть дальше уже не живут долго. То есть, понимаете, если определенный уровень заработка дальше, если зарабатываете больше, то другие правила игры. Если ты эти правила игры не знаешь, зарабатываешь, тебе просто бах и все, хватит. Надо знать правила. Надо знать правила. И это не перепрограммирование. Это закладывание в разум информации, да? Теперь наше размышление, Вичар Шакси, присущее разуму, оно уже будет соизмерять наши действия с этим знанием. И он будет говорить, ну, посмотри, как красиво, посмотришь, здорово. Подожди. Это только кажется. Понятно, да? Согласно знанию, которое получил, надо это еще проверить. Будет ли мне хорошо. Правильно? Не все золото, что блестит. Это же закон. Понятно. И способность различать. Очень важный момент. Смотрите. Функция ума, он же тоже различает. Но он различает с точки зрения чувств. Правильно? Вот это холодное, это горячее. Да? А разум различает на основе знания. От этого мне будет то, а от этого мне будет это. От этого мне здоровье поправится, а от этого разболится голова. Не буду это наночесть. Но это вкусненько. Я утром съем. Утром сладкое лучше становится, когда солнце в зените. Окей, да? Разум позволяет тот же торт, извините, лучше использовать. Потому что ночью, вот это удар по печени вечером, а утром нормально, печень переварит. Но для этого надо знать закон, при каких условиях печень что переваривает. Правильно? Что с чем есть? Все. Поэтому какое программирование? Но! Тогда встает вопрос. Но почему же люди, которые получают даже серьезное знание, все равно правдой надо вытворить такие странные вещи? Я вам честно скажу, я встречал таких людей. Вот даешь им знание, они все равно себя гробят. Это загадка. Не применяют люди, но не могут применять. Но не могут. То есть они пытаются что-то делать, пытаются что-то изучать, но все равно действуют по-старому. Хотят как лучше, получается как всегда. Поэтому, безусловно, есть определенный риск, что вы не сможете этим воспользоваться. И я бы рассказал такую притчу, что же мной движет. Старик идет вдоль моря, в какую-нибудь тропическую, возьмем, океан там. И после шторма морские звезды, они лежат на берегу и умирают. И вот этот старик берет морскую звезду и кидает в воду. Идет дальше опять морскую звезду, поднимает, кидает в воду. Подбегают пацаны. И ему так, старику показывают, дядь, да тут их десятки тысяч этих морских звезд на берегу. Ты что, всех спасать собрался? Это же, говорит, нереально. Ты не можешь помочь всем. Он говорит, ну хотя бы это я помогу. Хотя бы это и помогу. И вот это. Понятно? То есть что я могу? Я же не бог. Кому я могу? Кому я помогу. Да, то есть я даю вам это знание, пользуйтесь. Но если кто-то скажет, меня перепрограммирует и не понимает элементарную функцию ума от разума, не может отличить. Ну что можешь сделать, да? Приводится следующий пример. Идут два мудреца. Мудрецы святые, можно так сказать. И они видят в луже скорпион. Один мудрец наклоняется, берет этого скорпиона и поднимает. Какая функция у скорпиона? Кусать. Он кусает мудреца. Мудрец его роняет опять в воду. Второй переходит и ждет его. Стоит на него, смотрит. Он опять наклоняется за этим скорпионом. Опять его вынимает. Ну не успеет на берегу, тот опять кусает. Опять падает. И тот ему говорит. И долго ты будешь его вынимать? Ты же видишь, он тебя кусает. И он ему отвечает. Даже такое низкое животное, насекомое, исполняет свой долг. Да? Его долг кусать. Это его природа. Но если уж мы мудрецы, наверное, я несмотря ни на что должен исполнять свой долг и спасать его. Понятно, да? В конце концов, что делать? Ну, может, с десятой попытки получится, да? Ну вот, но с моей точки зрения, это мой опыт. Этот курс реально помогает людям. То есть, люди реально начинают действовать. Они действуют сами. То есть, что такое свобода? Это когда у вас в разуме есть информация, и у вас есть выбор, как действовать. Поэтому это не искусственные перья вырастают на курице. Помните принцип бритой курицы? Это не искусственные перья. Это нормальные, естественные перья. Если вы знаете законы, если вы знаете, что, например, в Австралии нельзя ходить на пляже. Ну, солнце сейчас там такое активное, там на каждой десятой с раком кожи. У меня там дочь, поэтому я знаю. Ну, в чем тут программирование? Это закон. Ну, не веришь в него? Ну, иди болей. Ходи по пляжу раздетым. Правильно? Ну, хоть кто-то, может быть, этим знанием воспользуется, нанесет соответствующий крем, да, и выживет. Да, кто-то скажет, что вы меня программируете на рак? Знаете, есть такие люди. Надо позитивным быть. Не надо меня программировать. Ну, не программируйся, иди болей. Вот-вот программируйте. Ну, если нет разума. То есть, есть часть людей, может быть, тот и среди нас. У кого разум так и не включится. Да? И в конечном счете, как скорпион, будут меня кусать. Говорит, все это бред, тупость, зомбирование людей. Ну, что мы можем-то, да? Ну, кому-то мы поможем. Вот мой такой глобальный ответ. Итак, немножко нам надо вспомнить. По разуму все понятно, да? Еще раз. Три функции. Размышление. Это размышление в разуме. Оно сразу связано с памятью. Это вторая функция разума. Размышление всегда в разуме, на основе памяти. Знание вспомнить надо. Надо сравнить. Вот тогда так сделал, то-то получилось. Тогда сделал так, то-то получилось. И теперь что? Различаем, сравниваем. Хм, это выбрать или это? Когда это было, тогда это произошло, когда это, это. Ну, по-моему, это поинтереснее будет. Принимаем. Тогда, поэтому выбор на основе разума, он всегда связан с сознанием. Выбор на основе ума связан с чувствами. Все. Ну, просто приятно. Поэтому человек, когда человек курит, когда человек пьет, когда он не понимает, почему этого делать нельзя. Ум сильнее. Ум говорит, ну клево же. Когда человек ест на ночь и ничего его не остановит. Когда у него нет доводов разумяя. Нету доводов. Теперь была тема еще у Роберта. Высший, низший вкус, да? Полный ответ. Вы получите занятие через 15. Дело в том, что есть люди, которые сознательно деградируют к низшему вкусу. Их называют Нарадхама. Люди, у которых от природы есть низший вкус. Видели таких? Вот они все, их куда-то тянет в какое-то дерьмо. Вы что им не делаете? Вы их помойте, они все время перепачкаются. Понимаете? Вот вкус от природы есть. Он связан с определенными вещами. Я дам знания, как различать. И даже если вы будете чувствовать в себе этот низший вкус, есть все-таки знания, как преодолеть влияние низшего вкуса. То есть не все смертельно, но поверьте, нужно все-таки знания, чтобы бороться с низшим вкусом. То есть для человека это высший вкус. Понимаете? Он в каком-то дерьмо. Как вы знаете, в Японии есть рестораны, куда только вход стоит 600 долларов. И вам подают такую пищу, от которой нормально человека вырвет просто. То есть там, например, дают одну собаку съесть другой. Да. Она там часа три варится в желудке, потом ту убивают, вынимают это и из этого готовят. Корея только, Корея. Нормально? Можете посмотреть в интернете, это я не придумываю. Но ведь это деликатес. Но вот он кому-то же нужен. И для кого-то это высший вкус. И мы выясним, каким образом такая гадость становится для кого-то высшим вкусом. Как так происходит трансформация в сознании, что какие-то вроде как объективно плохие вещи становятся субъективно хорошими. Поэтому что люди делают для того, чтобы нас держать в программах? Они говорят, у каждого своя правда. На самом деле этот вопрос переводится следующим образом. У меня есть своя правда. А вы мне какие-то другие законы даете. Это ваша правда. А у меня своя. Нет. Объективная реальность, она одна. Абсолютная истина одна. И есть относительная истина, насколько человек что? Приближается к этой абсолютной истине. Правильно? Любого варианта нет. Ну вот так. Есть вопросы на эту тему по разуму? Да. Интуиция? Рано. Закрываем тему. Опыт и знание различие какими? Опыт это реализованное знание. Опыт и знание в чем различие. Сначала теоретическое знание. Потом это теоретическое знание мы начинаем применять и получаем личный опыт. Вот и все. И опыт очень важен. Правильно? Опыт позволяет нам более тонко пользоваться законом. Ну я приводил совсем простые примеры с законом тяготения. То есть закон тяготения позволяет нам дальше прыгнуть, если мы поднимемся на какую-то высоту. Правильно? До определенной высоты. То есть вот если вы прыгнете отсюда, вы допрыгнете туда, к примеру. А если вы подниметесь, вы прыгнете дальше. Еще подниметесь. А если еще выше, разобьетесь. Вот опыт позволяет правильно применять закон без серьезных последствий. Поэтому опыт очень важен. Поэтому мы научимся таким вещам, как использовать негативный опыт. Негативный опыт может стать ступенью к успеху. Если он правильно проанализирован. А что значит правильно проанализирован? Мы выясняем, какое знание было нарушено при применении. Раз выяснили. А, ну все, понятно. Теперь это успех. А если Маша и Блеси неправильный анализ сделали, то это станет причиной катастрофы. Правильно? Если мы делаем неправильный вывод. В чем дело? Поэтому знание должно быть многогранное. Пока оно у нас такое штучечное, что-то мы знаем. Я поэтому сказал, черепахи, живите пока, как вы можете. Потому что иначе это программирование. Понастоять, да? Я вам говорю что-то и все. И пошли рубить. Не, не, не. Стоп, стоп, стоп. Подождем. Пока анализируем и своего этого панциря там выглядываем и смотрим. Ну, ну, ну. Ух, правда работает. Не только, ух ты, как интересно. Вы понаблюдайте. Я же дал эти законы. Никто же вам не говорит завтра, как солдатикам все делать, как я сказал. Вы просто поанализируйте на других людях. Посмотрите, как они соответствуют точно этим законам. Посмотрите, как люди, когда не знают выхода, как они, ну, блокируют это знание. Как оно у них не перевалится. Обратите внимание. Посмотрите, как люди программно мыслят, да? То есть вы начинаете им говорить, они вас не слышат, сразу вешают лейбл. Свой. Что они понимают? Говорят, подожди, вы меня не услышали. Я не могу вам провести рефлективное слушание, но мы бы сейчас плакали до слез от смеха. А рефлективное слушание – это слушание, когда вы учитесь слышать, что вам говорят. Есть упражнения специальные. Да, два человека садится, один говорит о какой-то выдуманной проблеме. Ой, ты знаешь, в Сочи негде плавать. Все планы теперь под каким-нибудь санаторием. А ведь море-то, по идее, оно же все пляжи государственные, я могу пройти. Но пройти никуда нельзя, везде эти охранники, везде требуют денег или вообще не пускают. И вот человек должен это повторить, все, что другой человек сказал. Вот там чудеса начинаются. Человек начинает повторить, другой ему говорит, я такого не говорю. Что ты придумываешь? Тут говорит, ну вот же, вот. Ну, что ты сейчас говоришь? Не, а ты что говоришь? И понеслось. То есть мы не умеем даже слушать друг друга. То есть это целая наука. Вы поймите, не просто мы такое общество, какое мы есть. Над ним серьезно работают. Прививки. Очень серьезная тема. Нужно знать, когда их надо делать, когда не надо. Сейчас вводятся новые прививки, из-за которых, да, целое поколение женщин в будущем не будут иметь детей. И не надо никого убивать. Автоматически нация выродится. Оп. И все. Но как легко это делать бритым курицам, вам говорят. Это же для вашего здоровья. А что вы там понимаете? А что мы правда в этом понимаем? А может надо? А может не надо? А что Вася говорит? А Вася такой же, как вы. Он что, профессионал? Правильно? Пожалуйста, вам еще одна, кто постарше поколения, меня сразу поймут. Что если у вас сильный парадонтоз, парадонтит, это когда микробы выедают вокруг корня зуба в костной ткани, зуб начинает шататься. У многих в возрасте начинаются расшатываться зубы. И они говорят такую вещь. Зуб вынул? Нет. Нечего есть микробом? Это просто, это вообще... Вот вы придите в любую стоматологию, просто посмотрите. И он мне все зубы начну шатать. Что он говорит? Удалите зубы, инфекция уйдет. Не уходит она никуда. К сожалению, у меня это вегьяна. Проверенное знание на собственном пути. Никуда она не ушла. И когда приходишь, смотришь в глаза этому врачу-стоматологу, говоришь, ну и где она у меня ушла? Ну, вы особые слуги. Спасибо. Но зубки-то тун-тун-пам-пам. Денежки-то заплачены. А дальше я за вас не отвечаю. Красиво? Почему? Программа. А что мне осталось? Я шел по программе, потому что у меня не было знания. Если бы у меня было знания, я бы никогда не шел, как все по программе. Понятно. Так что это очень важный момент. Итак, что бы я еще хотел сказать? Про культуру. Тоже частый вопрос. Хочу сразу на них ответить. Говорят, мы русские. Отстаньте от нас этим ведическим знанием. Вот вы там в Индии свое, а в Японии пусть свое. А у нас своя русская культура. Так вот, культура, вы можете Викопедию посмотреть, в других вариантах. Что это слово означает? Оно имеет два значения, очень интересных. Это развитие и поклонение свету. То есть знание. Знание переводится как свет. То есть культурный человек – это всегда широкомыслящий человек. И предназначение, вот я вам на ведическом языке, культура – это самскрита, очищение. Это то, что с каждым культурным действием человек становится ближе к своему счастью, к своей духовной природе. Культура должна возвышать, а не вести деградации. И культурный человек, он берет, если он видит золото, и на нем стоит «made in China». Ну и пусть оно «made in China». Если золото, то золото, правильно? И машина, если она лучшая, если это немецкая машина, я лучше на ней пойду, чем на «Жигулях». Нет, все. Хорошо, а тогда, если я армянин, что мне вообще пешком ходить? Ну, не делают в Армении машин. Давайте возрождать культуру. У нас были телеги, арба или что там у них было. Понимаете, современный мир такой, что все происходит, но уже все... Мы не можем, да, как бы синтез идет, мы не можем жить изолированно от этого мира. Правильно? И я существую, и хорошо себя чувствую, могу так путешествовать много, потому что я пользуюсь индийской медициной. Но круче она, я без химии обхожусь. Я убрал гипертонию, нормализовал сахар. И зачем мне с этой точки зрения возрождать русскую культуру? С этой точки зрения, понимаете? Дайте мне бы лайк, вам сейчас так по-русски спою, смеяться будете. Я прекрасно владею русской культурой. Ну и что? Ну где надо там посмеяться, я владею. Но если это будет связано с тем, что надо пить водку, понимаете, и закусывать соленым огурцом. Ну не буду я, ну нет мне от этого счастья. В чем тут культура? Превратиться, я не знаю, в животное? Ругающиеся мятом и воняющиеся луком и селедкой. Ну не хочу. Я не вижу смысла в такой культуре. Понятно, да? То есть мы должны разум применять. Если что-то есть в культуре ценное, а как исполняют японцы долг? Это нечто. Человек умрет, но будет исполнять долг. Настолько необязательная нация. Если они обещали, они сделают. Время закончилось, а он пока не сделает работу, не уйдет. Хорошее качество. Отлично. Если бы мы все так работали, как они, да? Все было бы хорошо. Но у них другая проблема, да? Они работают, только никак счастливыми не станут. Другие проблемы. У каждой нации есть свои проблемы. Поэтому чем мне нравится идиическое знание? Оно универсальное. Оно учит вас различать и брать. Что брать, чтобы быть счастливым в разных культурах? Оно универсальное. Понятно. На этот вопрос по культуре есть? Нет, да? Еще одна тема. Я как бы закрываю, дополняю то, что говорил Роберт вам. Итак, пока мы не пройдем настоящего обучения. Кто-то, знаете, вот это самое ужасное, если у вас появляется такая фраза, я это знаю. Ребята, я 25 лет этим занимаюсь. Я не знаю. Куда знаю? Исходить надо не из того, что вы думаете о себе. Исходить надо из плодов, которые вокруг вас. Вы счастливы? Вы гармоничны? Вы контролируете ситуацию, которая с вами происходит? Да. Тогда я ваш ученик. Понятно, да? Мы за каким спортсменом пойдем? Ну, который, наверное, там. Ну, олимпийский чемпион или что-то умеет. Ну, ладно, покажи, как ты этого достиг. Правильно? А если ты сидишь там, да, в этой легкой атлетике, за 12 секунд 100 метровку бегаешь и говоришь, я все знаю. Ну, это дискисад. Ну, что ты знаешь? Ты ничего не знаешь. Понятно? Поэтому, пока мы во всех аспектах не получим знания, пока мы не перенастроим наше мировоззрение, воззрение на мир, пока мы не узнаем законы, как мы будем действовать? Все равно по-старому. Ну, накатано все будет работать. Потому что нас так воспитали. И это очень серьезная тема воспитания. И очень серьезная тема рождения. У нас есть гены. Понимаете? Я рассказывал, что я это почувствовал на собаках, когда к нам прибилась дворняжка. А до этого у меня были когда-то по молодости такие все с паспортами собаки, знаете, породистые на выставку часто. И вот, допустим, овчарка, у нее есть определенные генетические способности. Да? Вот дрессировки там, ходить по следу. Щенок прям палку даешь, кинул, он почему-то ее приносит. Почему-то он ее приносит. Поэтому, апорт, побежал, принес. Ну, я этого щенка взял, так, палку ему даю, а он как от нее спрятал. Никто его не бил. Не понимаете, что с этой палкой делать. Так что не пробуют гены? Вот. Поэтому нужно еще научиться соизмерять это знание с нашими генами. У нас есть определенные способности. Определенное ограничение на тело. Мы же в каком-то смысле все-таки биомашина. Поэтому нам дается знание. Дальше я говорю, ну вот это я могу взять, это я справлюсь, а вот это мне не получится. Тогда надо мне противоядие. Я это не смогу сделать. Какой вариант еще получить примерно то, что вот это, только другим способом? Понятно? То есть молодое тело. Я гастролировал. Три концерта, два концерта в день. Вообще все все равно. Сейчас перед самолетом, бам, табляточку айрведическую, такую-то травочку. Выпал. С самолета вышел, выпил, выпил. Мне говорят, как же ты летаешь, как молодость? Противоядие знаю. Потому что нарушается воздух в теле, огонь в теле от перелетов. Понимаете, да? К смене климата, в тот тепло приехало в Москву, там бум, минус 8 тела, раз, и почки раз, и перестает жидкость вводить. Нормальный мочегонный раз, это два, это трест, поехал, все функционирует. Да? Противоядие. Мы должны знать, что это мы можем, а это мы не можем. Раз мы это не можем, мы что делаем? Узнаем, чем это можно заменить. Нет этих продуктов. А что можно как тот же самый эффект получить от других? Никаких, вот как надо знать все. То есть это очень серьезно. Хорошо, все. На этом мое ступительное слово закончилось. Давайте у нас тренинг, какая-то группа твоя, да, была? Ну, с чего начнем? Ну, давайте Тим Спику. Да, давайте на них время. Дина, можете начинать. У нас есть звук, да, все хорошо. Алло, меня слышно? Здравствуйте. Очень хорошо слышно. О, отлично, спасибо. У нас в прошлый раз было несколько интересных примеров, на основе которых возникла дискуссия. Вопрос был такой. Наши права – это чьи-то обязанности. И развернулась дискуссия по понятию этого вопроса. Духовное ли, или это социально запрограммированное какое-то понятие о правах и обязанностях? То есть участники не смогли прийти к единому мнению, как можно понимать правильно вот это понятие. Например, вот было несколько таких интересных примеров, когда очень понравился мне пример. Муж и жена приводили свой пример о том, что они понимают, что такое права и обязанности, и что и муж, и жена, они по очереди высказались, что они понимают, что жена имеет право на проявление эмоций, а муж обязан эти эмоции все принять. В то же время их дочь имеет право на выражение своих эмоций, а обязанность матери принять эти эмоции. И потом выступил позже муж, что он имеет право на любовь, имеет право на уют, на вкусный ужин. И был ему задан вопрос, не считает ли он, что это Даш-на-Даш. И он так, он ответил, меня вдохновило это, что нет, он не считается, он считает, что это как раз гармония. И в то же время был второй пример, очень интересный, когда мужчина отождествовал этот вопрос духовным таким понятием. Пример он не привел, но в то же время он сказал, что он не считает, что он имеет право вернее, он, да, и все, что право не имеет, или может быть, как правильно выразиться, или что его жена не обязана предоставлять ему чистую рубашку, вкусный обед, там, ну, что-то такое в домашнем обиходе. Ну, то есть вот я так поняла, что он не совсем понимает, где брать этот критерий. И поэтому вот там была дискуссия, еще были участники, которые все же вот тоже высказывались, а как же так, где брать критерии, то есть это те критерии, которые нам общество навязало, или вот это все же те законы, которые мы изучаем. Вот я высказалась, что вроде мы изучаем ведические законы, поэтому, наверное, критерии нужно брать из закона. Но вот возник такой спор, такая дискуссия, вернее. Ну, здесь очень все просто. Мы сейчас изучаем материальные законы. Следовательно, о тех правах и обязанностях мы говорим на уровне тела, на уровне социума. И у каждого социума, внутри социума, в Англии одни свои представления, культурное наследие, традиции, в России другие, у немцев третьи, в Бразилии четвертые, где-то еще, я не знаю, в Индии пятые, да? Нужно понять сам принцип, что об этом нужно договариваться. Допустим, когда мы знакомимся, мы должны проговорить друг с другом, что человек подразумевает под своими обязанностями и правами. Люди это не проговаривают. Люди о чем говорят друг другу? О своих что? Мне. Правах. Правах. Теперь представьте, да, что есть определенная конституция, правильно? И в них прописаны права граждан. И, соответственно, есть структуры государственные, которые должны поддерживать исполнение этих прав и наказывать тех, кто на них посягает. Правильно? Почему? Потому что кто-то их не исполняет. Правильно? То есть, есть, например, вы знаете, да, в Конституции, по-моему, 22-ю, по-моему, или какой-то, свободы религиозной совести. То есть, каждый из вас может следовать любой конфессии. Это в Конституции прописано. Более того, каждый из вас может проповедовать то, что он считает духовно важным. И любой, кто вас в этом обвиняет, попадает или под административный штраф, а если он еще сильнее это делает, под Уголовный кодекс. И государство должно защищать эти права. Так вот, если бы все выполняли обязанности, если бы каждый платил налоги, да, законам прописано, вот здесь такая-то обязанность, правильно? Мы почему не хотим исполнять эту обязанность? Потому что те, кто получает налоги, не исполняют свои обязанности. Понимаете? Они посягают наши права, да, не делая дороги, да, и так далее, и так далее, да. У нас в деревне трансформатор привезли, он 4 месяца стоит, никто его не подключает. Пока что, соответственно, то есть, у них есть обязанность это сделать, а у нас есть право получить, но если они свои обязанности выполняют, мы не получаем свои права, понятно? Поэтому каждый, если в обществе думает о своих обязанностях, то автоматически те обязанности, которые в обществе обговорены, ему предъявлены, у тебя такие-таки обязанности, все, я понял, я их выполняю, правильно? Соответственно, в отношении этого человека кто-то тоже что-то обязан делать. Если все выполняют свои обязанности нормально, мы же все свои права получаем. Все. Если мы вызываем сантехника, он должен починить кран, он должен, это его что? Обязанность. А у нас какая обязанность? Заплатить ему деньги, потому что у него есть право заработать. Но мы платим деньги, а это не работает. Ну, к примеру, все. Значит, мы что? Стараемся, чтобы он сделал, не заплатить деньги. Потому что мы не верим, что это будет что-то честно сделано, правильно? Поэтому мы не даем деньги вперед. Появляется договор. На него следующий договор. Все пытаются отжать что? Свои права. И все как можно меньше хотят исполнять свои обязанности. Такое общество не имеет будущего. Не имеет будущего. Потому что мы живем в вечном страхе и в каком-то выживании. Правильно? Если бы мы все следовали своим обязанностям. А обязанности бывают разные. Обязанность матери кормить ребенка. На что? На то, что заработает отец. Ну, к примеру, было так до 1900 какого-то года. Потом женщинам разрешили работать. Теперь мало того, что их эксплуатируют дома. Теперь еще эксплуатируют на работе. А они-то варежку развесили счастливые. Они теперь свободные. Теперь вкалывают не 10 часов, а 20. Ради Бога. Правильно? Поменялись права. Теперь она и на работу должна ходить. Правильно? И дома работать. Вот какие у нее теперь обязанности. А при этом, да, у мужа есть права, чтобы она была ласковой, красивой, веселой. После такого загона. Реально? Правильно? Потому что что муж сделал? Мужчина. Он взял свои обязанности и сложил на жену. Иди ты работай. Эй, эй. А женщина из-за того, что не осуществляется их потребность в разнообразии, она и только и думает. Может, а работа пойти? Хоть разнообразие какое-то. У эйшака, конечно, шикарное разнообразие, да, ходить за морковкой привязанной. Да? То есть, есть же более интересные вещи, чем работа. Но если это работа творческая, дизайнерская, музыка, там, ну, ради Бога, работай, да. За какие деньги, какие хочешь. Да? Деньги не важны. Муж обеспечить, она творчеством занимается, чтобы ребенка любить, чтобы ребенка любить, чтобы хорошо выглядеть, чтобы доброй быть, да. Правильно? Вот если ее, как бы, потребности, кто-то свой долг выполняет, да, женщина довольна. Она, соответственно, тоже думает только о своих обязанностях. Во всем все хорошо. Вот это ведическое общество. И наша задача, мы можем научиться так общаться с друг с другом, чтобы хотя бы вот среди друзей, среди близких нам наладить этот принцип. Да, вот ребята привозят что-то по костюм, да, чтобы угостить вас. Я говорю, ребят, ну, сделайте. И они что думают? Как помочь мне? А я думаю, как им помочь? Все. И все работает. И никто не считает, а, я вам привез, а, вы два часа на 15 минут раньше, а вы позже. Понимаете, никто об этом не думает. Все просто думают, как они могут помочь другим. Все. Принцип работает. Он даже работает в социуме. В котором что? Э-э-э, я тебе дам, а ты мне что дашь? Даже в таком социуме можно приспособиться, да, и жить более-менее нормально. Понимаете законы? Понятно, да? И так еще раз, кратко. Обязанности определяются там определенной стороной, обществом, договоренностью в семье, на работе, договорами, ради Бога. Но проблема в том, что мы их не исполняем. Все. Да? Что у нас здесь? Хорошо. Здесь у нас была группа. Роберт. Давайте, микрофон дайте. У нас был следующий вопрос. Счастье – понятие динамическое. Да. Когда мы планируем счастье, мы должны планировать его развитие. Вот такой пример. Пример в получении знаний. Допустим, вот мой личный пример. Прочитав книгу Олега Геннадьевича Тарсунова «Режим дня», я сначала ради эксперимента начал применять это знание. Вот. И получил результат. И от этого результата я стал реально счастливее. Дальше мне захотелось изучать более глубоко эти знания. Лекции, ведическое знание. И с каждым разом я реально чувствовал, что становлюсь счастливее от этого. Вот такой пример. Угу. Еще. Хорошо. Больше никого нет? Это очень важная тема. Нет. Вот рассматривали несколько примеров. Но как бы выбрали самый яркий, а соответственно, вот поручили его оттуда. А вы кто-нибудь мне придумайте, как в семье развить динамическое счастье? В семье. Все же в основном семейные люди. А что тогда жестко было? А? Многоженство. Многоженство. Отлично. Да, как один из вариантов. Да, все время динамика. Не соскучишься явно. И еще же потом разборки между женами. Там мало не покажется. Ну, давайте. 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 Не можете привести пример. Видите, как трудно применить знания? Очень трудно применить. Да. Ты хотел сказать? Да. Да. Да, микрофон нужен, чтобы ребята слышали. О чем это говорит? О чем это говорит? Смотрите. Это же одно из неотъемлемых условий счастья. Динамика его развития. Значит, не пользовались этим законом никогда, и в тупике никогда разум в этом направлении не работал. Но ведь есть элементарные вещи. Например, менять прическу. Правильно? Менять имыч определенный. Да? Например, что делают мужчины? Понимать природу другого живого существа. Например, женщины. Мужчина же как думает? Извини, ты запомнил? Он же очень просто думает. Он же почти бог мужчины. Это же очевидно. Если он встал утром на работу, это сколько он себе очков дает. Знаете, да, эту историю всюду? Тысячу. Все. Поэтому он встал, бросил свои носки, трусы, что там угодно, и пошел. Он на работу идет. Вы что, не понимаете? Он свой долг исполняет. Он себе записал тысячу очков сразу. Кофе попил, чашку брон. Размениваться не будет. Понимаете? Он сел и поехал на работу, не отвлекая. С работы. Он работал весь день. Понимаете? Он себе сразу пять тысяч очков кладет. Понимаете? Женщина совершенно по другому мысли. Абсолютно другая. Она мелочами мыслит. Для нее все в мелочах. Поэтому, если она пошла чистить зубы, и мужчина взял и заправил кровать, она заметит, скажет, вау, круто, он кровать заправил. Убрал гору носков там, положил на место. Офигеть! И она ему очко. Но она ему не сто очков запишет, а очко. Очко за кровать, очко за мытую чашку кофе. А если за женой помоет, все равно очко. С работы позвонил, спросил, как у тебя дела дорога. Вау, позвонил, очко. А он тысячи там записывает. И думает, что она так думает. Она так не думает. Понимаете? Дальше он как сделает? Вот мужчина сразу помнит. Все, скоро у нее день рождения. Нас сюрприз. Правильно? И он ждет, что за сюрприз ему дадут тысячу очков. Но если бы он заранее ее искал. Ты знаешь, дорогая, в этот день, нянечка твоему ребенку, мы идем в такой-то ресторан, я договорился, это супер. Седьмое небо, там, восьмой океан, куда хотите, да? Теперь она пошла рассказывать подругам. Слушай, мой-то сподобился у меня в ресторан. Для ребенка занял, там, решил их туда отвезти. Там, ну, как он у тебя, очко ему, да? Второй подруге рассказала, очко ему. Он вон сколько очков зарабатывает, понимаете? Если бы он понимал. А так он, да, пришел, удивил ее. Ну, удивил, одно очко. Да, и пришел букет 25 роз. Скоро ему, молодец, спасибо. А если он каждый день бы по одному цветочку, сколько бы очков набрал? 25. Видите? Да? Приятнее же, да? Семь цветочек. Через два дня, бах, еще. Очко, очко, очко. Она его любит. Крутой мужик у меня. А так мужчина думает, ну, я же крут. И деньги приношу, и машина у нас есть. Мне все делаю. Все ей мало. Да ей не мало, ей другое надо. Поэтому вот это динамическое понятие счастья входит понимание природы. В чем динамика, да? Для одного динамика, да? Это путешествие. А для другого динамика в парке погулять. Давай в этот парк пойдем. А для третьего поездить по музеям. Да? А для другого, если он на уровне еды, все вкусные. Давай в такой ресторанчик сходим. Давай туда сходим, да? А кто любит музыку, динамика, такую-то музыку послушайте. Да? Такой мужчина, если понимает, что для женщины это важно, он на ее день рождения снимет какой-нибудь ресторан, пригласит какую-нибудь звезду. Знаете, есть такой способ развлечения. Берут звезд, оплачивают им, хоть стинга. И прилетит, только денег дай. Понятно. Все зависит от денег. Опа! Прилетел. И он там жене то скажет и споет. Да. Значит, понятие сейчас динамического означает то, что мы хорошо понимаем своего партнера. Мы хорошо понимаем своих детей. И это трудность. Почему нужно знать законы? Наши чувства распространяются на наше тело, на наш опыт. Правильно? Поэтому мы не понимаем, почему 25 роз – одно очко, а одна роза – одно очко. Но так мысли женщины. Им важно часто понемножку. Внимание! Застеленная кровать, убранная, пропылесошенная что-то, что-то сделанное. Каждый день понемножечку. Чем один раз и много. Правильно же, правильно. Но мужчина это не поймет. Мужчина, нифига себе, такой букет еще, она мне одно очко ставит. Да? То есть мы видим, что нужно знание, что динамическое счастье тоже сейчас мало у кого чего получится. Мы все равно скатимся на программы. Понимаете? Какие программы? Культурные. Ну, наши родители вот так развлекались, ну, мы так. Ну, вот так положено. Заметили, да? Что все в рамках страны, какой-то семьи, у них есть определенные традиции. Они внутри них пытаются разнообразиться. И часто это все довольно кисло, скучно. Вариантов нет. Да? Поэтому очень, что для динамического счастья нужно? Общение. Нужно буквально общаться с друг другом. И что важно, вот я в свое время не понимал женщинами. Там, моя супруга, ля-ля-ля-ля, а я возьму и поверю. Да и сделаю так. Она говорит, зачем ты так сделал? Зачем ты так отказался? Это же я так сказала. То есть, женщины интересуют. Они говорят, это не значит, что надо верить. Это такая форма, чтобы ты все равно сделал. Вот наоборот. Да, но нужно знание. Понятно, да? Еще кто-нибудь? Давай динамический пример счастья. Включи, там кнопочка. В моем понятии динамическое счастье семьи, это когда муж и жена принимают единую миссию для семьи. И приняв ее, они ее, конечно же, воплощают. Супер. Это такое динамичное. Только если они нашли, да? Да, да, нашли, обязательно. Они навязали. Поговорились и вместе воплощают. Я вам расскажу потрясающий пример двух бизнесменов. Один очень боялся, что не понимал этой потребности жены, что ей нужно разнообразить. Он очень богатый человек. Вот. И он мне говорит, моя совсем озверела, ей всего мало, она аптеку хочет открыть. Я ему говорю, ну, ей хочет, пусть откроет. Ага, мне это надо, чтобы она аптековая, что ли, у меня была. Он не понимает принцип, что ей надо разнообразить. Он не может сидеть дома в золотой клетке. Не может. Так что, но он не может ей отказать. Она ему такой там геноцид устроит, да? Все равно, с женщиной же лучше не связываться, правильно? Все же это знают, правильно? Это писание, говорят. Можем отдельно сделать тренинг на женщину. Я научусь вас делать так, что мужчина всегда выполнит ваши желания. Я вам это гарантирую. А вот. И он это понимал. Поэтому он что сделал? Он дал ей денег на аптеку, но напротив открыл еще одну, чтобы ее разорили. Понимаете? Да? но динамика была, она боролась, но он мне приходил и говорит, слушай, никак не. Я там уже сказал просто в ущерб, чтобы продавали, чтобы было, прям вывесили баннеры, что два раза дешевле напротив. Ну, чтобы ее разорить, да? То есть, человек смотрит в аптеку, здесь столько, а здесь два раза дешевле. Все туда, там скидки, скидки. Она говорит, выживает? Это же, еще все бизнесмены, я ее разорить не могу. Я уже столько денег положил, чтобы ее разорить, а она всю свою аптеку содержит. Вот тоже можно сказать, жена при деле была, да? Динамически развивалась. Ну, желательно позитивные какие-то примеры, да? Не в ущерб семье. Хорошо. Мы проходим пять видов вкусов. То есть, смотрите, систематизация сознания может быть по разным совершенно критериям. Например, мы можем поделить мир на тех, кто любит молоко, кто не любит. Правильно? А зачем? Но если мы какую-то цель преследуем, мы можем это сделать. Правильно? Теперь, для того, чтобы мы лучше видели, кто вокруг нас, мы произведем классификацию людей по уровню сознания относительно их вкусов. У нас есть вкусы. Пять чувств, пять видов вкусов. То есть, например, язык, еда, вкус еды, да? Вот посмотрим, что такое вкус еды, да? Есть, оказывается, люди, для которых главный управляющий вкус это вкус еды. Называется это на санскрите панча-кроша. Панча означает пять. Пять уровней сознания в соответствии с вкусами. Да? Давайте будем, немножечко попишем. Это уже теория новая. Итак, первый уровень еды. Ану-мая. Мая означает покрытие, оболочка. Ану-мая. 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 Покрытие пищи. Человек буквально соткан из пищи. Все, о чем он думает, все его счастье сконцентрировано в этом вкусе. Чтобы я вам это хорошо рассказал, когда я ехал в поезде, в Пензу, мне попалась такая женщина. Она вынесла нам мозги. Просто начисто. То есть мы говорили только о еде. Всю дорогу. Ничего другое этого человека не интересует. Ей где-то под 70 лет. И по мере того, как она теряет здоровье, у нее все меньше и меньше счастья. Поэтому, когда я рассказал, чем какой вкус можно компенсировать, я стал у нее любимым человеком. Понимаете? Просто она не могла. Да, это я не могу запечить. Я говорю, вы можете вот это съесть. Вкус будет тот же, да? А печень не вредом. О-о-о! Тетрадка, стол, все там просто, да, в самой Пензе нам спать не давали. Итак, есть еда счастья, нет еды горя. Какой яркий пример представителей Анну Майя, вот этого уровня, дети, да? Особенно вот новорожденные, да? У них все еда, ну вода, неважно вода, тоже еда, да? Если ребенку не дали еды, он плачет. Если дали, он доволен. То есть, это вот с одного до шести месяцев самое, или до года. Кто у нас тут недавно нарожал, скажет мне, до какого возраста? Ален, до какого возраста дети так вот прям только еда и все? Ну да. До года? А? Полгода, год, да? То есть, год вот только основной еда. Если ребенок сыт, все будет нормально, да? Потом начинает что-то другие да, да, отвлекаться. Во! Вот он этот уровень, да? Так вот, оказывается, смотрите, в чем момент. Растение, да? Это растительный образ жизни. Я в свое время, когда занялся йогой, в йоге очень важен целебат. Ну, секс запрещен. Ну, если вы хотите куда-то там улететь, посерьезно, или ограничен. И у меня был друг, у друга отец. И этот отец никак не изменял. Маме вообще практически с ней этим не занимался. Ну, так, не доложили. И я думаю, нифига себе, йог. Думаю, вот тут паришься с этим делом, да? Все так трудно дается. А у него нет этой проблемы. И только, когда философию это изучил, понял, а он на уровне анума, ему покушать больше ничего не надо. Понимаете? И вы встретите таких людей, им даже секса не надо. А если надо, им все равно с кем. То есть, настолько вкус еды центральный, поэтому они когда заболеют или умрут, то есть, когда, как только вы перекроете, допустим, какая-то болезнь, из-за этого нельзя есть. Все, человек умирает. Он не может себя отказать. Он не понимает, зачем он живет. Понятно? Теперь, скажите мне, будут такому человеку интересны эти лекции? Понятно. Нет, здесь кормят. Ну, вот как с этой женщиной, да? Немножко будет интересно. Но, понятно, далеко такой человек не продвинется, да? Поэтому, если вы видите своих родственников на этом уровне, что вы делаете? Вы грузите их, что есть другое счастье, что надо расширять свое знание. Вы их будете грузить теперь? Какой смысл? Для них еда, смысл существования. Они такие. И пока вы это не поменяете, бесполезно. Как вы можете это поменять? Как я с этой женщиной? Она что-то там ест, я говорю, сейчас я вас таким угощу, что вы никогда не ели. О, вот это да! Теперь она на меня смотрит, а вы кто такой, что так вкусно кормите? Тогда немножко ее можно куда-то продвинуть. то есть, а, может быть, высший вкус без потери еды? Тогда да! Потому что так никто... Понятно. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, кто находится на этом уровне, и вы этого человека, ну, как бы не поддерживаете этот вкус, вы обречены, он скажет, что вы плохой. Потому что вы посягаете на его представление о счастье. Это не то, что нет абсолютной истины. Абсолютная истина-то есть, но в данном случае она заужена до одного вкуса. Еда. Все темы разговора у этих людей. Ой, инфляция, теперь колбаса столько стоит, а сыр такой нельзя, а это уже все то. Как же быть? Что ж купить-то? Где? Ой, я нашла там те же пельмешки, только подешевле. Ты туда тоже сходи. Надо купить холодильничек, заложить. Ой, а мы так засолили там. Все, все разговоры об этом. Понятно, да? И вот в чем важно. Конечно, это утрировано. Редко бывает человек все-таки, хотя бывает, поглощен только этим вкусом. Но вот эти вот четкие градации, они дают только для того, чтобы мы понимали, что человеком движет, как основа. Да. А если большая семья, ты выполняешь свои обязанности. Естественно, тебя в смысле как-то как-то для человека. Да. И ты что, вот, будешь аномарить? А мы сейчас все разберем и посмотрим, правильно? Если это управляющий вкус, если больше ничего не интересует, да. Как один человек, я говорю, вы счастливы в своей жизни? Он мне начал спрашивать, вот в йога, зачем йога там все? Я говорю, ну а вы как, вот видите, а у нас все хорошо, у меня курочка вчера была, мы сосиски ели, он мне, вот он таксист, и он мне всю дорогу говорил, что они едят. Ну вот для него это ценно, но что делать? Вот он не понимает дальше ничего. Что я тоже сделал на следующий день, когда его вызвал? Я говорю, у меня кое-что для вас есть. Опа! О, как вкусно! А ты кто, слушай, а? Понятно, да? То есть, главный, главный вкус, управляющий вкус, это не значит, что человек там телевизор не будет смотреть, но обычно под него что-нибудь жевать будет. но важно, что если вы начнете это отнимать, человек начнет страдать, у него там счастье, все остальное сопутствующее, дополняющее, дополняющее, но една определяющая. Понятна разница? Определяющая. Как студент, они учатся, там другое, да, там сейчас мы дальше пойдем, гьянома, они что едят, не важно, правильно? Учатся. О, ученые учатся, они что едят, им не важно. У них другое, определяющий вкус для счастья. Пошли дальше, следующий уровень. Кстати, да, смотрите, если этот определяющий вкус такое, то там тоже своя религия может быть. Очень сильный, я не хочу обижать, но есть некоторые, не буду даже обижать, а то вы подумаете, что я вас обижаю. Есть религии, где, например, посты, а ночью можно, потому что этот вкус определяющий, он сильный там. И есть, то есть, вот в христианстве, например, там надо вот все, вот там вот, начинается великий пост, и хоть ночью, но все равно нельзя. Извини, там сколько-то месяцев, пост, все, только постные продукты, да. А есть, где, днем нельзя, сон сел, а можно. Потому что человек иначе не сможет. Это не вопрос. Я не унижаю, я просто констатирую факт, у меня правильно поймите. Ну, не может человек. Вот это нельзя, солнце зашло, можно. Потому что он не справится. Понимаете, да? Просто все в несчастье превратится. И так, какие сопутствующие вещи у такого человека будут, я имею в виду понятие счастья, да? Материальный достаток, одежда, еда, да? И так далее. Дальше. Прана мая. Прана. Сила. Человек думает, что все определяется здоровьем. Здоровьем. Как бы человек, смотрите, мы же можем в процессе жизни менять сознание. И, допустим, человек какое-то время ел, наел большое пузо, заработал кучу болезней, да? Там, увеличенная печень, в какой-то момент его что-то долбануло, или он попал под влияние, там, жена у него на уровне Прана мая, начинает с ней бегать, правильно? Эндокринная система начинает функционировать, обмен веществ наладился, да? Он теперь здоровый, подтянутый, да? Теперь все у него, кто едят, пузатый, толстый, все дураки, понимаете? Теперь здоровье. Теперь грубый секс является главной движущей силой, потому что тело, когда оно в форме физической, оно сильнее ощущает, уровень чувств повышается, а самое сильное наслаждение, сексуальное, из всех чувств, там есть все, все чувства задействованы, тактильные ощущения, слуховые, все, правильно? Поэтому, если человек сильно тело функционирует, но он на чувственном уровне, да, то секс становится главным, если там растительная жизнь, все равно какой секс, там, понимаете, больше как, ну, репродуктивная функция, или так, чтобы заснуть, то здесь начинается вот это все разнообразие, правильно? Если человек находится на этом уровне, а вы ему философию говорите, а он на вас как смотрит, фигурки-то нет, слабоват, девчонки, вот ты побегала бы, что ты эту всю философию толкаешь, те б там, не хочу говорить, да, что он ей предлагает, почаще бы, и будет все хорошо, вся твоя философия из твоей башки тупой, что? выветриться, на лыжах надо ходить, бегать надо, и у всех уже проблемы, кто не бегает, правильно, и кто на лыжах не ходит, Никит, правильно, так же, да? Вот Никит знает, у него есть опыт, там, с родственниками, понятно, да, то есть все, вот этот человек, если он заведен на спорте, на этом здоровье, то как, кто ему может проповедовать, кого он будет слушать, кто ему может помочь, кто хорошо выглядит, да, у тебя сколько лет, ты не сейчас, ну неплохой глиш, ты кто? Ну вот, я еще и вот так, поэтому, с такими людьми хорошо как говорить, то есть, берешь, ему говоришь, давай с тобой на скакалочке попрыгаем, он там, ну 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 ну, а ты, ну ну ну, ух, круто ты кто? И начали в философии, ему же интересно, правильно, почему? Потому что, ты его ценности, соответствуешь его ценностям, если не соответствуешь его ценностям, бесполезно, Понимаете, многие толстые и умные, для нее мы дураки. Понятно, да? Итак, прана – это энергия здорового, мая – покрытие. Главное – здоровье. Нужно телом заниматься, нужно все там, чтобы каждый орган… Питание, диета начинаются. То есть еда теперь – это функциональная история, понимаете? Вот они там качки качаются, правильно? Вот они там коктейли себе мешают, что-то делают, все. Ничего другого нет. Понятно, да? Поэтому, соответственно, и ценности, и отношения к обществу, к противоположному полу, все завязано с фигурой, со здоровьем. Понятно, машина такая, да? Скажите, на уровне ану-мая и на уровне прана-мая человек понимает, что такое ум? У него и даже думать об этом не надо. Он все делает как ум, правильно? Ум что, соединяет чувства с объектами чувств? Правильно функция ума? А он что и делает, эти люди? И он говорит, что в тебе есть такая функция – ум. Он говорит, что это не ум, это я. Это я, я просто так живу. Он не понимает, вы все время? Поэтому если скажете, ой, нам там Михаил Юрьевич лекцию дал, об уме, ты знаешь, как есть ум, разум. Он говорит, что я вот думаю, это я и есть. Потому что он никогда не боролся за то, чтобы противостоять этому. Когда мы ум замечаем? Когда мы начинаем работать с разумом, и нам говорят, тебе это вредно. И вдруг внутри нас кто-то прямо тянет руку к тому, что вредно, ему ничего поделать не можешь. Во, гад! И нам говорят, вот это ум. Будешь с ним драться, будешь в аду. Да, человек два дня терпит, он начинает клошматить, как ему этого хочется. А он думает, вот, гад, во мне есть, во мне есть кто-то, не я. Я не хочу, я знаю, что это не надо, но он меня заставляет. Это же Атас. Это кто же во мне? А-а-а! Ум! А ему говорят, вот это и есть ум. И ум не ты. Но для этого нужно начать ему что? Противостоять. А пока мы ему не противостоим, какой ум? Это я так думаю? Кто я? Ты знаешь, у тебя есть ум и разум? Не знаю. Во мне есть я. И я думаю, что мне это хорошо. Всё, отвалите все. Понятно? Поэтому среди нас вряд ли есть на уровне прана-мая. Потому что такой бы человек стал сказать, бегать надо, ребята! Чё тут умного-то? Да? И вышел. Понятно, да? Поэтому не расстраивайтесь. Здесь кто-то уйдёт. Пошли дальше. Теперь для чего я вам даю с этой точки зрения сознания? Чтобы вы сейчас научились видеть мир. Понимаете? Потому что вы делитесь, а вы сначала определите систему ценностей, систему вкусов человека. Да? И вы совсем по-другому начнёте общаться. Не будете тратить энергию лишнюю на тех, на кого не надо. И они нормальны. Ну, он так вот, ну, хочет он бегать, пусть бегает. Правильно? Вы не будете на них обижаться. Правильно? Вы их будете понимать. Третий уровень. Мана. Мана. Мана означает ум. Мана майя. Это такие для окружающих зануды. Такие теоретики умственные. Да? По-другому гьяна ещё. Запишите. Гьяна майя. Уровень знания такого теоретизированного. Такие философы кислых щей. Но кислых щей можно не записывать. Философы. Вот я такой был. Знаете? В институте там под коньячок, сырок, лимончик. И вот сидишь там, куришь и вещаешь. И все вещают. И вот пока все вещают, все такие умные. Дураки дураками на самом деле. Всё полностью на уровне ума. Понимаете? Но это, говорит, теории нет. А я думаю, вот такая тёртый фильм. Это смотрел там. Чай, Кливен, Стоун, Стоун, там, да-да-да-да-да-да. А вот Алиса в стране чудес, зеркало там всё. Вау. Все такие умные. Он говорит, фиг его поймёт. А он тебя не понимает. Никто никого не понимает. И вот людей тянет на все эти философские изыскания. Они любят то туда, в такой походить кружок, то такую-то книжку почитать. Знаете? А, это же не так. Есть космос, в космосе там так. Это такие энергии. Это сюда-туда перетекает. То есть они живут так же, как и мы все. Понимаете? Но они такие умные. И для них все остальные мир дураки. Спортсмены это вообще дебилоиды. Понимаете? Просто... Но! Смотрите, какой интересный момент. Тот, кто на уровне Анумая. Чем он может наслаждаться? Только едой. Все остальное мертво. На уровне Пранумая. Может наслаждаться едой? Может. Иногда. Фиг с ним, да? Ну, давай. Потом побегаем. Правильно? То есть у него уже есть и вкус еды, правильно? И вкус побегать, правильно? А на уровне ума может вкус поесть? Видите? Понятие счастья расширяется. Поэтому я сказал, мы дадим знания, которые все объемляют, все понятия счастья. Это не перепрограммирование, а расширение сознания. Понятно? На уровне Гиана Мая человек может так же покушать. Для него это тоже может быть немножко счастье. Но оно не определяющее. Он пока будет есть, обязательно будет умствовать. Там, если ему женщина попадется на уровне Пранумая или НМА, она заснет там конкретно. Я по себе это помню. Красивая девчонка, но на уровне Пранумая. А ты это все ей вещей. А он сейчас... Слушай, склифосовский. Все, может, хватит, а? Ну, вот, думаешь. Ну, смотри, какой мир ты знаешь. Там есть такие энергии. Какие энергии-то, Господи, да? Давай, наливай. И так такие люди постоянно всех допекают, беспокоят. Им трудно исполнять долг даже. Они все там летают в мечтах. Они все там выдумывают. У них там мечты. А вот эта вот простая жизнь, что-то сделать конкретно, это... Они себе тысячу очков приписывают за одну идею. Понимаете? Им говорят, да ты просто работу выполни, потом мечтай. Ты не понимаешь, что ты земно так мыслишь? Посмотри, мы сейчас плевать на долги. Мы сейчас вот это сделаем. И вот там у нас уже все идут туда, те идут туда, и тут уже нам придет... А потом, когда это... Даже если на что делать, это бросит то, что дальше будет думать. Мечтатели такие, философы. И это все туда относится 90% вообще философов. То есть сейчас у вас меняется... Я их не критикую. Просто когда мы пройдем все уровни, вы поймете, что есть настоящие философы. Но они не на уровне Геана Майя. Эти что-то выдумывают. Первичен стул или... Как это же? У Канта, это у Каба... Это я кандидатский минимум раздал. Стул или то, что мы думаем, что есть стул? И там же цел... Стул, стул. Не тот стул, что стул. А вот тот стул, что... Вот я на чем я сижу. Понимаете? И есть одна вещь. Померьте себе, что те, кто на уровне ума находятся, это эгоистическое сознание. Это тоже эгоистическое сознание, как и в тех двух случаях. Очень важный термин. Почему? Почему так важно понять, что это люди на эгоистическом уровне сознания? Скажите мне. Потому что вы с ними не договоритесь, пока дашь на дашь не сделаете. Понятно? Даже не думайте. Это абсолютно бесполезно. Поэтому люди женятся на таких умных, думают, что они умные. А потом они никакие обязанности не исполняют в семье. Ты думаешь, ну как? Вы ему пытаетесь доказать что-то? А он не понимает. Он говорит, что ты приземленный. Так как ты по земному мыслишься? У тебя все так банально. Ты такая типичная баба. Ты посмотри, какие мысли. Хватит тут все. Я тебе все вот дай вот это. Уйди отсюда. И ничего не делает. Ребенок там орет. Понимаете? Кастрюля не мытая. Все. В доме греть бардак. Кран не починен. Он мыслитель. И из этого мышления такой человек извлекает счастье. Он живет в мире ума. У него там эти образы, за ними эмоции. Пример простой. Смотрите, сейчас я вам покажу, как мысль философ. Золото представили? Золото. Просто слиток золота там представили. Теперь, ну, как помните, кто-нибудь, вот здесь, каким-нибудь, на Красной Поляне все, может, были? Большие горы видели? Большие горы. Теперь представьте золотую гору. Увидели? Золотая гора. Вот левать на солнце с золотом. Гора целая золота. Есть она в жизни? Нет. Ну, аж где-то есть, но не в Сочи. Вот так они мыслят. Они соединяют различные образы в голове. Их ум постоянно блуждает. Он соединяет и лепит образы, которых нет. И они в них верят. А вот в чем беда этих людей. Понимаете? Выделение ума. Они ими живут. Выделение. Да? Золото. Гора. Вау, у меня золотая гора. Если то. И они так дома строят. Они так все делают. Бизнес делают. Очень сильный ум. Понятно. Проблема, что... Такие люди практически всегда несчастны. Потому что все то образование, которое они получили, не связано с реальностью. Вот эти все образы, но нет золотых гор. А смотрите, я сейчас вам приведу еще пример мечтательных таких девушек на уровне ума. Есть понятие, три понятия мужчин, соответственно, женщин. Король. Мужчина-король. Он обеспечивает всем женщин, они ей заботятся. Но требует к себе королевское отношение. Такая же она должна быть королевой, прилично одета, красиво говорящая, супер выглядящая и всегда идущая за королем. Понятно, да? Есть такой тип мужчин. Короли. Есть друзья. Мы с тобой равны. Я мою посту. Ты работаешь. Я работаю. Но мы друзья. Всем поделиться может. Она на него может накричать. Он на нее. Все вскладчину, все вместе. Друзья. Есть такие мужчины? Есть. Такие женщины. Друзья. Есть мать-сын. Да? То есть он сын. Никакой на нем ответственности. Она всем рулит. Правильно, да? Что такое женщина на уровне гианы? Она берет лучшее от мужчины короля. Вот он принес деньги. Он все ей дал, что она хочет такой джентльмен. Но она делает, что она хочет. Это значит, она мыслит, что муж друг. Да? А когда она хочет что-то сделать, то она видит в нем сына. Нет такого мужчины. Я провожу специальные такие тренинги, выявляя у женщины, почему она ссорится с мужем. Потом выясняю, что она собрала себе в голове образ из этих трех типов мужчин. То есть если она... Я говорю, если ты это хочешь, значит у тебя король муж. А если он король, тогда вот этого и этого не будет. А если друг, тогда не будет этого и этого. Друг ему скажет, ты что на себя напялила? Ты что-нибудь как глухо выглядишь? А он же друг. Понимаете, да? Он на равных, это ценно. В дружеской семье это нормально, да? Ты что, ты как выглядишь? Высоединяйся. Да? Но король, он себе так не позволит. Он по-другому скажет, он говорит, я тебе мало денег дал, да? Э, жена уже должна догадаться, что она плохо выглядит. Другие отношения. Но другая в чем-то плюсы, в чем-то минусы. Так вот, люди на уровне ума, они всегда страдают. Они даже больше страдают, чем на уровне еды. Потому что на уровне еды что? Покушилось все хорошо. Отстаньте от меня, дай мне покушать покой. Ну, в ряких размерах, да, сидит. Этот побегал, да, ты со сторон выделился, сексом за носу, ему все хорошо. Все хорошо. Вот дай ему так побегать, попрыг. У-у-у-у. Все, ему клево, у него тело здоровое, понимаете? У него прямо счастье прет. А вот люди ума, они все меланхолики, они все страдающие, психопаты вечно. Понимаете, они вечно не удовлетворены, потому что реальности нет. Реальности. Они не живут в реальности. Очень опасный уровень. Я вам очень не советую. То есть, можно идти в этой философии привязаться к уровню гьяны. Правильно? К уровню ума. О, какое знание Михаил Юрьевич дал. А вот еще что он нам расскажет. Ребята, если вы не примете это к жизни и не начнете это применять, чем вы кончитесь? Гьяна Майя. Вот так и будет. Вау. А пойдем еще на такие семинары сходим. А еще там, говорят, там то-то. Вот он там то-то дает. Вообще там так тонко все разложил. Что разложил? Толк-то что? Понятно. Да? Максимум... Но на этом уровне интересные вещи появляются. На этом уровне появляется мораль. До этого морали нет. Потому что мораль – это определенное уже хорошо-плохо. На этом уровне люди начинают думать о космическом разуме. То есть, начинают выходить за пределы совсем грубых таких желаний. Они все-таки где-то уже летают, где животные не летают. Животные едят, спят, совокупляются и обороняются. Все. Едят, спят, совокупляются и обороняются. Запишите эти принципы животной жизни. Если вы встречаете людей, для которых эти ценности четыре, единственное, что у них в жизни есть, будьте осторожны. Перед вами просто рафинированные животные. Я никого не обижаю. Еда. Животные едят. Они спят, они совокупляются и обороняются. Теперь праномаяшство. Едят, спят, совокупляются и обороняются. Там больше ничего нет. Спортсмена. Я не обижаю спортсмена. Понимаете, мы же говорим, что это грубое деление. Может быть, что и у спортсмена есть гьяна, и повышенный на вкус к тому. Но вот так как бы такие отправные точки. Да? Хорошо. И так даже на уровне гьяна-мая или ману-мая человек уже может поклоняться высшему разуму, разуму вселенной, там всякие изучать, вот эти доктрины философские, религиозные течения. Изучать. Он вряд ли особо будет чему-то следовать, потому что его ведет ум. А ум же соединяет чувства с объектами чувств. Понятно. Ум соединяет чувства с объектами чувств. Где неприятно, он не может справиться. Где контроль ума, он не может, он на уровне ума. Он подчинен уму. Четвертое. Уровень знания. Или в скобках дисциплина ума. Вигьяна. Там гьяна, здесь добавляется приставка ви. Вигьяна означает разум. Вот он разум, о котором мы сегодня говорили. Вигьяна. Реализованное знание. Истинное знание. То есть знание, проверенное на практике. Человек на этом уровне, очень важный момент, способен отказаться от внешних целей. Внешне. Просто там заработать денег, поесть. У него появляется внутреннее ощущение мира. Идеология. Да, такая глубокая. Осмысленный образ жизни. Возникает вопрос о цели жизни. Зачем живем? Но этот человек, не который... А зачем мы живем? Для того. А ну хорошо. А вы думаете, зачем мы живем? А вы думаете, что... И продолжает жить, как жил. Вот на уровне Вигьяна человек берется и начинает практиковать. На уровне Вигьяна человек говорит, окей, дали знание, вот я даю знание вам в разум, да? Вигьяна будет означать, что вы начнете этому следовать. Если вы начнете этому следовать, значит, вы поднялись с уровня Вигьяны. На уровень Вигьяны. Да? Такой человек пойдет на поводу своих желаний? Нет. Он идет на поводу рациональности, что для него благоприятно, не было на уровне разума. Он пойдет только тогда, если соответствует его образованию, реальному знанию. Если он узнал, что печень не функционирует после шести вечера, она просто спит. Это все идет в аму, в токсины. Он никогда не поест. Он способен это избежать. И найти противоядие, что ему надо сделать, чтобы заснуть голодным. Потому что он как бы это уже понимает. Если он этого не понимает, да, то он говорит, да ладно, все едят, никто не умер. Он берет верх, бах, наелся опять. Понятно, да? Это уровень мудрости. Такой человек знает, что ему нужно. У него появляется вот то счастье, которое называется неусловным. Он рад, что он проживет. Он научился жить внутренними целями, работой над собой. Все остальные до этого, кого меняют? Мир. Все предыдущие уровни меняют мир. Комару кусил – убить. Там что-то наказать, этих уволить. Этот человек работает с собой. У него другое счастье. Его счастье в изменении себя. Понимаете? Таким образом появляются уровни свободы. Другие уровни свободы. Правильно? Когда вы перестаете зависеть от внешних условий, ваша свобода растет. Вы больше можете себе позволить. Больше можете проконтролировать. То есть у меня есть друг. Например, он решил построить дом. Он спокойно не ест весь день. Просто посидится и все. Я говорю, что ж ты будешь делать вечером? Нельзя же есть. А он говорит, что я вечером не буду. Зато и сколько успел сделать. Он контролирует чувства. Конечно, он будет делать в три раза все быстрее. Но он знает, как совладать. Потому что голод тоже может избыток огня в теле вызвать. То есть он все это знает. Ну, к примеру. Понятно, да? Такие люди достигают больших высот даже на материальном плане. А непредсказуемые с точки зрения себя не обещали, они сделают. Понятно, да? То есть это для вас, дорогие женщины, кладез. Если вам попадется такой человек, вы защищены. Ваша потребность в стабильности, в разнообразии, да? И что там третье? Нужности будет. Но за это придется заплатить. Чем? Дорогая моя, мы с тобой договорились, что в три часа мы выходим из дома. Мы договорились полтретьего поезда? Ну, у меня тут вот понос свинь золотуха. Нет, мы договорились. Это ты не сделала. Потому что я тебе сказал, в десять надо было лечь. А ты с подругой до скольки проговорил? До двенадцати. Потом разволновалась, да? Пошла еще телевизор посмотрела, да? Легла в час. Соответственно, не встала. Голова болит, правильно? Голова болит. Конечно, болит. Соответственно, мы в три не выйдем. И что мы теперь будем делать? Как с тобой договорились? Ты должен меня понять. Все. Если она... Понятно, да? Проблемы. То есть, мы помним сразу, какой закон вступает в силу, что за реальное счастье надо платить. Это не дешевка. Такой человек ответственен. Но какое сознание, такое окружение. Поэтому нам нравятся такие успешные, сильные мужчины. Отвечающие за их слова. И мы хотим расслабиться. А не тут-то было. Не тут-то было. С таким не расслабишься. А с другим все равно не расслабишься. Только он ни за что ответственность не несет. Понимаете? Вот видите, какой интересный поворот. Где здесь программируют? Я вам объясняю, что расслабляться не получится. То есть, тем вы расслабляетесь. То есть, с гьяной человеком, который просто философ, вы все равно не расслабьтесь. Только толку никакого от вашей организованности. Она ему не нужна. Он сам летает там где угодно. Правильно? Там полное. То есть, здесь у вас есть хотя бы шанс тянуться. Правильно? Поэтому, если вы встретили такого мужчину, тянитесь. Тянитесь. Включайте разум. Это круто, что он все делает. Да? Но если вы ему докажете логически, объясните на уровне интеллекта, что ты знаешь, но сегодня я просто хочу отдохнуть. Не торопи меня. Да? Такой человек поймет. Он же на... А? А? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. То мужчина должен быть еще на уровне высшейся женщины. Такая. Или хотя бы если они друзья. Правильно? То есть, какой возможен брак? Значит, они должны быть друзья. Если женщина на уровне вегиана, муж должен быть на уровне вегиана. Они друзья. Правильно? И они вместе все делают. Договорились. Ты это делаешь, я это сделал. И вместе пошли. Правильно? Вот и все. Взаимные договора. И вот вообще, в современном обществе эти отношения наиболее продуктивные вообще-то. Именно в силу, вот, допустим, я бы сказал, пророссии нашего воспитания, дружеские отношения между мужчиной и женщиной в семье, они наиболее крепкие. Потому что король-королева редко встречишь. Мужчин-королев почти нет. Это редкий такой тип. Да? Вот, а друзьям можно. Женщине полегче немножко. Но посложнее. Тогда она должна готова быть к критике. Потому что муж, друг, он ей все скажет, что думает. Не стесняется. Друг же. Тебе же все может. Ты же равная мне. А раз равная, неси ношу, как и я. Во всем. А женщине эмоциональнее, ей иногда трудно переварить. Хорошо. И вот последний, пятый уровень, о котором, знаете, ну, я вам так намекну, что это такое. Ананда моя. Ананда. Ананда означает блаженство. Это платформа блаженства. Здесь уже ум, друг. Знание полностью реализовано. Человек ощущает себя душой. Пока для вас это вообще теория. Если вы хотя бы один раз в жизни такого человека встречали, то это можно считать за величайшую удачу. Этот человек живет счастьем других. Он настолько счастлив. Он настолько самодостаточен. Он душа. Как я вам уже сказал, что я есть не меняется со временем. И у этого человека это реализовано. Он понимает, что его нельзя ни убить. Ну, его душ. Ничего с ним. Ну, вот это уровень Иисуса Христа. Например, самый для вас простой пример. Поэтому, когда Понтий Пилат, Иисус Христос с ним говорил совершенно четко и конкретно. Вообще не реагируя на то, что это прокуратор. И Понтий Пилат в первый момент, понимая свое положение, как бы и привыкший к тому, что все дрожат при нем, он говорит, ты знаешь, с кем ты говоришь? Я могу тебя повесить, могу тебя помиловать. Ты там немножко, как бы, так, поскромнее, может быть. Кто-то говорит, ты правда думаешь, что без санкции Бога ты что-то можешь сделать? Он на него так посмотрел, понимаете, что тут сразу с того момента и стал, как бы он его инициировал. Он стал за него бороться. Он думает, необычный человек. Нет страха. Неужели ты без санкции Бога что-то можешь со мной сделать? Ты что, наивный дурачок? А я прокуратор. Понимаете? Все. Поэтому такой человек, он не живет своим счастьем. Поэтому этот человек все старается. Он ничем не ограничен. Ни его свободу невозможно ограничить. Ни кем и ничем. Его ничем нельзя напугать. Это запредельный уровень. К счастью, такие люди встречаются. И так, для такого человека счастье – это давать счастье другим. Теперь, когда мы дальше пройдем критерии вот этих святостей, вы уже будете понимать. Если кто-то говорит, я твой благодетель, я-ля-ля-ля-ля. Надо понять, если он не на уровне Ананда Майя, значит, у него какая-то еще корысть, выгода. Понятно? Все сложится. В свое время все пазлы. Да, то есть человек, который находится на этом уровне, вот ему вы можете верить безраздельно. Общение с такой личностью – это настоящий высший вкус. Как только вы испытаете настоящее ощущение свободы, которое присуще такой личности, как просто, ну, все. То есть вы это почувствуете, вы никогда это забыть не сможете. Это тонко, это как проездство на хорошей машине. Все. Все остальное – помойки. Как пожить на берегу хорошего океана. Все остальное – лужи. Нет, я дам критерий. Я пока объясняю, что есть вот такой уровень. И там есть два подуровня. Первый называется Брамананда. Брам. Браман. Санскритское слово, описывающее безличный аспект Бога. Браман. Брамананда. Когда человек понимает, что вот это его «я», оно неуничтожимо вечно, но у него еще нет личных отношений с Богом. А вот, поэтому этот человек занимается имперсональной медитацией, погружением вот этот безличный аспект вселенской, так называемой. Есть такие йоги, есть такие святые на этом уровне. А вот, а второй уровень – премананда, премананда. Премананда означает любовь к Богу. Они поняли, что это изначальная, вечная, абсолютная истинная еще и личность. Выше этого уровня нет ничего во всем мироздании. Таких людей уже можно не встретить там за миллион жизней. Образно говоря, это очень редко. Да. Он четко понимает свои отношения с Богом, он знает, что Бог – личность, он с ним общается, он с ним разговаривает. Но это не та имитация, которую иногда люди делают. Да, вот на уже уровне премананда тело не гниет. Само физическое тело уже становится нетленным. А на премананде от этого тела исходит нектар. Мы потом будем говорить, определенный запах. Совершенно. От сияния появляется и так далее. Ну вот так вот пять уровней я вам дал. Если есть вопросы, давайте. Если нет, мы на сегодня, да, должны закончить, правильно? Семь. Теперь согласитесь, тот, который находится на уровне Ананда Майя, он же все другие вкусы ему доступны. А? Да понятно. То есть идея-то, что все другие вкусы ему доступны. Поэтому, когда мы видим святого, не надо думать, ой, бедный, господи, ни женщина у него, ни ест там одну морковку, там, ну, к примеру. Нет, просто у него есть высший вкус, ему это не так важно. Но он совершенно четко понимает во всех других вкусах. И так, чем ниже наше сознание, тем уже наше счастье. Тем хуже отношения с другими. Да? А распомним, что счастье, оно зависит от отношений, правильно? Значит, чем ниже уровень, тем меньше отношений, тем все вообще сводится к пустоте, по большому счету. Значит, идеально нам всем подняться на этот уровень, правильно? Ананды. И все. И никаких вопросов нет. Да? И поэтому говорится, что в этом мире счастливы кто? Те, кто на уровне Анна Майя, Анну Майя, поелы счастливы, правильно? Или святые? Все остальные, это мы с вами, дорогие ребята, все страдаем в той или иной степени. Вот. Так что я не думаю, что мы нас всех перепрограммируем сейчас, правильно? Мы просто разбираем совершенно четкие, очевидные истины. Да? Хорошо? Все? О! О! Комбик говорит, хорошо. В Steam Speak есть вопрос. О правах обязанностей. Скажите, пожалуйста, руководство на работе обязано на практике проводить обучение персонала или только теоретически? Наше руководство считает, что их права теория, а практика наши обязанности. Примеров не приводят, потому что сами не могут показать на практике. Ну, я же не работаю на этом предприятии. Сейчас все, чего хотят, то и вытворяют. Я не законодатель законов и тому подобное. Как откуда? Ну, такое предприятие, да? Значит, изменяем свое сознание, и появится другая работа. Вот это я гарантирую. Это уже просто мой жизненный опыт на основе естественного закона. Если был бы просто опыт без закона, то он бы не работал. По мере того, как меняется сознание, условия жизни меняются автоматически. Окружение, люди, все меняется. Все. Более того, нельзя задерживаться на работе, если ваш уровень сознания поднялся выше, то вас вот то общение может тормозить. Поэтому обязательно нужен человек. Помните, мы говорили, что мы изнутри своим сознанием видим мир вокруг. Так как мы видим мир вокруг, что мы не можем? Мы не можем определить, где мы. Потому что мы где? В центре. Мы в центре. Все видят себя в центре. Но мы же не в центре. Как мы определяем, что мы не в центре? Логикой, смотря на других. Смотрим на других, думаем. Она думает, что она в центре. Вот смешная, да? Я уж в центре. Вот. Поэтому обязательно нужен человек, который помогает нам определить, где мы находимся. Какие вкусы, что над нами давлеет, да? И такой человек, он определяет сейчас вот этим занимайся, этим. Это приведет тебя вот сюда. Когда приведет, мы поменяем. Вот это мы откажемся, вот сюда пойдем. Да? Что динамика счастья автоматически. Все. Вы начинаете развиваться. В противном случае мы что-то сами решаем, не осознав даже, что мы... Это женщина. Она говорит, мой муж! Она мне вот эта, которая в пензу-то, на уровне Анума. У него там такая болезнь, а он все равно продолжает эту колбасу копченую есть. Представляете? Я говорю, что вы от него хотите? У него единственное, что есть, это еда. Это его уровень. Да. Вот он у меня такой, совсем тупой. Да? А сама-то на каком уровне? Так вот она видит, что ее муж на этом уровне, но себя увидеть, что она четко на этом же не может. И мы сейчас смеемся, смеемся. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, и вот посмотрим, кто из вас заметит, что он на уровне Гьяна Мая. Да, время вот. Вот в Гьяна, видите, человека сразу можно видеть. Я не контролирую чувства, меня несет, да? Но Роберт, он знает. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...